Давайте потихоньку начинать. Я особо кричать не буду. Надеюсь, что все успеет. Давайте немножко определимся с темой. Потому что пиотирование тема огромная. И как бы за один вечер ее не расскажет. Да, и, наверное, не знаю я всю. То есть, я думаю, что для всех будет полезно, если мы поговорим о такой теме, как безопасное пилотирование. Ну и, учитывая, что я, видя аудиторию, которая тут сидит, я предлагаю тему сузить до пилотирования во время выполнения обычных skydive прыжков. То есть, что я имею в виду? Есть специальные прыжки на пилотирование, которые делаются с целью пилотировать купол, и в которых в этих прыжках нет свободного падения. Но так как я вот смотрю на аудиторию, и понимаю, что здесь такие прыжки никто не прыгает. Ну, или прыгает их меньше, чем обычных skydive прыжков. Поэтому я предлагаю остановиться на пилотировании после того, как мы там, кто там в двойку прыгнул, кто прыгнул в формацию, кто там какой-то фрифлайчик полетал. Вот. И мы открылись, и вот нам теперь надо пилотировать. Потому что это пилотирование несколько другое, чем пилотирование... Свет! Ну, назовем его пилотированием на свух. Пускай так будет. То есть, пилотирование, цель которого, собственно говоря, пилотирование купола. Возражение... Ну, я не против ответить на все вопросы, которые у вас будут. Да, то есть, если они будут по свуху, я готов ответить здесь. То есть, отдельно, кому надо поговорить так. Но я просто вам хочу сказать, что слуп – это отдельная дисциплина. И если вы хотите заниматься слупом, то этому надо абсолютно отдельно учиться. И это прыжки отдельно. То есть, нельзя прыгнуть там в формацию, открыться, а потом еще выполнить тренировочный прыжок на слуп. Ну, это приведет вас к травмам, скорее всего. Да, 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 вот очень правильно. Мы сейчас о травмах и о смерти в том числе немножко поговорим. Я, коль мы с этим определились, то я хочу обратить ваше внимание, что у всех у нас катастрофически маленький опыт управления парашютом. Он очень маленький. Я хочу, чтобы вы понимали, то есть, человек, который выполнил 300 прыжков, его опыт пилотирования парашютов равняется 10 часам. Представьте себе какого-нибудь спортсмена, а давайте там не будем скрывать, что человек с 300 прыжками в нашей компании, назовем так, считается достаточно опытным человеком уже, ну и уже сам для себя, как бы кое-что представляет. А теперь давайте представим любой другой вид спорта, какой хотите. Возьмем футбол, в который там, например, кто-то играет там два раза в неделю по два часа. Он не профессиональный футболист, правильно? И через месяц, через месяц, когда он четыре недели там с половиной походит, его опыт будет равняться 10 часам игры в футбол. Он, ну вы понимаете, да, кто он по сравнению с профессиональными футболистами. А мы имеем такой опыт, выполнив 300 прыжков. Все это еще более трагически смотрится, когда человек с 1000 прыжков имеет всего 3 месяца тренировок в футбол. Понятно, да? А 1000 прыжков для нас, ну, это действительно опыт не очень хорошо. Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Наш опыт нахождения под куполом очень маленький. Таким выводом это нас может... Ну, и кроме всего прочего, тут есть такой момент очень интересный, что пилотирование – это такой процесс, который невозможно остановить. Ну, типа нажать на паузу, да? То есть, типа там, если мы играем в тот же футбол или в теннис, или в любой другой вид спорта, с этим навелось туда. Нет точки невозврата. Наоборот, есть точка невозврата. Есть точка невозврата. То есть, когда ты выпрыгнул из самолета, есть точка невозврата. Но если мы возьмем другой вид спорта, например, катание на велосипеде, мы всегда можем остановиться, лезть как бы с велосипеда и немножко подумать. Когда мы выпрыгнули из парашюта, из самолета, то у нас как бы произошел момент, когда нам придется пилотировать парашют и его, грубо говоря, притягивать. И все это время, пока мы пилотируем парашют, если не касаясь, безусловно, свободного падения, мы приближаемся к земле. Или к какому-то препятству, или к другому парашютисту. Или нажать на паузу, остановиться, мы не можем. И самый важный вопрос, сколько у нас есть времени на принятие решения. Это самый важный вопрос в пилотировании купола. Сколько у нас есть времени на принятие какого-либо решения. И с уменьшением купола, соответственно, увеличением загрузки, количество времени на принятие решения все время уменьшается. Ну, складываем две вещи, которые я сказал до этого, то есть то, что у нас катастрофически маленький опыт нахождения под куполом, второе, то, что у нас все время идет время и вопрос, сколько у нас есть времени на приятие решения, то, опять же, то, что я сейчас буду говорить, это мои рекомендации, вынесенные из моего опыта, из общения с более опытными товарищами, то, что я видел и так далее, то, я считаю безопасным пилотированием, это когда человек, который делает меньше, чем 200 прыжков в сезон прыгает на куполе с загрузкой не выше, чем 1.3 и 1.4 То есть это достаточно, на самом деле, высокая загрузка, вот к этой загрузке, безусловно, надо идти, то есть уже опытный парашютист, который там, предположим, имеет категорию С, но не прыгает 200 прыжков в сезон и больше, я считаю, что на крыло с загрузкой выше, чем эти цифры, он садиться не должен Почему? Потому что за этой загрузкой начинаются уже, ну, во-первых, купола другого класса, а во-вторых, время на принятие решения уменьшается очень сильно Ну, это вот, то есть моя рекомендация, учитывая, что я понимаю, что цифра 200 прыжков в сезон, она, ну, она очень существенная, просто вот это вот, моя рекомендация, эту загрузку никогда не превышать и при этом Очень важно прыгать на полуэлицах Ну, то есть не, то есть на квадра, на прямоугольниках и полуэлицах Я хотел сказать, что наш вот этот семинар еще, чтобы было всем понятно, он не включает большую теоретическую часть по поводу того, как парашют летит, почему он летит, куда он летит Это на самом деле очень нужно, но это отдельная большая тема, и на самом деле все, кто хочет, может почитать в книжке парашют и его пилот Кто там автор, или что? Фамилия Крайан? Брайан Бурк? Брайан, то есть есть такая прекрасная книжка, она лежит на скайк-центре где-то, ну, в принципе, если кому-то надо, можете обратиться ко мне, я дам ссылку Вот, эту книжку обязательно, в принципе, к прочтению каждому парашютисту, несмотря на то, что она достаточно древняя, но тем не менее, все изложенное в ней, это правда Вот, то есть для понимания этого надо ее почитать, мы этого не касаемся, то есть какие-то практичные вещи, касающиеся всех нас, кто выполняет прыжки на нашей дробзоре Ну, это то, что я хотел сказать, ну и поэтому наш семинар будет построен для людей с таким опытом, прыгающих на парашютах не выше вот этой вот загрузки Ну и, как я уже сказал, выше прыгающих что-то в свободном падении, то есть, грубо говоря, не прыгающих специально на пилотировании Я думаю, что это будет как раз самое полезное Я подсмотрю, что я там даже собирался рассказывать Окей, то есть, я бы начал с... со сложного, наверное, с построения захода То есть, там много на самом деле тем, нам надо рассмотреть Вот, но хотелось бы остановиться на вот этой, на построении захода, потому что... Судя по тому, что я наблюдаю, есть у нас некоторые проблемы с этим Ну, не потому что, там, мы не знаем или мы как-то... Просто это сложно Реально, правильно построить заход сложно Вот, я сейчас нарисую схему То, как я ее понимаю Спасибо большое То, как я ее понимаю Простого построения захода Что значит простое построение захода? Простое построение захода Это построение захода в условный стиль Нарисую майское Я думаю, так будет проще Все Ну, тоже майское, как вы понимаете, будет несколько условное Всем порядок Кладбище Здесь мы с вами сидим Это центральный офис, да Это стоянка самолетов, это взлетно-посадочная полоса Понятно? Предположим, что у нас есть направление захода, отмеченное стрелкой Но ветер у нас Ноль метров в секунду Для простого Вот Вот Первое, что нам надо сделать Это наша основная площадка приземления При таком ветер Ну, за взлетно-посадочной полосой До Кукурузы Первое, что нам надо сделать при построении А, ну Конечно, надо вернуться к такой вещи То, что заход мы строим на земле До того, как мы идем на линию стартового осмотра У нас уже должна быть в голове Разложена схема пилотирования Это очень важно Потому что, если этого нет Дальше с заходом будет несколько сложно Вот Что нам надо знать на земле Для того, чтобы построить свой заход Первое, с чем нам надо определиться Это точка приземления, куда мы хотим прилететь Это первое Для того, чтобы это знать Мы должны знать правила дробзоны Если мы будем говорить не только о майском Потому что, на самом деле На разных дробзонах абсолютно разные правила Вы должны, прежде чем идти прыгать Надо спросить Где у нас площадки приземления Резервные площадки приземления И так далее Ну, говорим про основную И Вы должны понимать Какие правила захода на площадку Потому что, например, в майском Есть круг захода Который вам объявляют То есть При такой ситуации У нас бы на эту площадку Был бы объявлен правый круг захода Для вас это означает Что вы будете Лететь отсюда На точку своего крайнего разворота То есть вот так Будет Направление вашего захода Теперь у нас есть Все необходимые исходные условия Для того, чтобы построить наш заход Предположим, что мы Хотим приземлиться Вот этой точке Еще раз Смотрите На самом деле Построение захода Это очень Сложная наука Я для вас Специально Ну, что значит для вас Я сам пользуюсь этой схемой Упрощенной до предела Для чего? Для того, чтобы Ну, еще раз Потому что мы Когда После выполнения прыжка Разбежались Отмахнулись Бросили 800 метров 800 метров Это уже Пора лететь Приземляться На самом деле То есть у нас очень мало времени На то, чтобы Сориентироваться Что происходит Нам нужна очень простая схема Для того, чтобы мы прилетали Всегда в свою площадку Приземления Схема такая Нам для Расчета надо Две перпендикулярные линии Одна Проведенная через точку приземления Перпендикулярной линии ветра Вторая Проведенная через точку приземления Ну, не совсем не через точку приземления Ну, не важно Параллельно линии ветра Две Перпендикулярные линии И Теперь Правила Относительно этих линий Они тоже очень простые Правила Первое До этой линии Ветер работает на вас После этой линии С этой стороны Ветер работает против вас Понятно Да? Очень просто Теперь практическое применение Не залетайте За эту линию До тех пор, пока вы не летите На точку своего крайнего разворота Очень простое правило Но это правило, которое мы нарушаем В первую очередь Постоянно Все Вот здесь Почему-то Будьте внимательны Потому что там Оттуда Возвращаться Значительно сложнее Правило номер два После открытия Первое, что вы должны Ну Как делать? Первое, что касается пилотирования Понятно, есть проверка купола Проверка, что вы не летите Своего товарища И так далее Но то, что касается пилотирования Первое, что вы должны сделать Это оказаться в этом квадрате То есть если вы открылись здесь Вам сюда Если вы открылись здесь Вам сюда Если вы открылись здесь Вам сюда Понятно, да? Ну Давайте немножко ограничим этот квадрат Потому что он Тут вроде бы Бесконечность уходит Возьмем условно Вот это расстояние Там 500 метров Понятно, да? То есть ваша задача Ну И уж совсем Ну Пускай так То есть вот Вот в этот вот квадрат Нам надо попасть Понятно, да? Теперь о том Как строить заход Для построения Фактически захода Нам надо еще две точки Точка вашего Крайнего разворота Точка Крайнего разворота Висота Висота 100 метров Допускаю Что высота этой точки Может быть там 80 метров Но не ниже Понятно, да? Потому что Опять же Я Возвращаемся Опыту парашютистов Да? То есть мы предполагаем Что мы Строим Заход с прямой То есть мы На точке крайнего разворота Развернулись И полетели по прямой Модификации Этого захода Мы возможно Обсудим Вот Я имею ввиду там развороты 90 градусов Еще что-то Возможно не обсудим Потому что и так много Есть чего поговорить И на самом Ну в общем не важно То есть высота 100 метров Как определяется эта точка? Эта точка определяется Вы Чтобы Ну то есть у нас вопрос Понятно что она находится На этой линии У нас вопрос вот в этом расстоянии Логично? Да Вот То есть Для того чтобы определить Это расстояние Вы должны Знать две вещи Первая вещь Это сколько Времени ваш купол летит С высоты 100 метров Ну За сколько времени Ваш купол теряет Висоту 100 метров Это можно узнать легко Наверху С цифровым высотомером 900 метров Например Далее куполу полный ход Смотрите и считаете 221 222 Ну понятно да? 100 метров Там И Знать Сколько Расстояние Ваш купол проходит По горизонту За то же время Это Вы сможете узнать Только на глаз По другому Это Узнать Невозможно Вот Соответственно Если мы знаем Что Скорость Вашего купола По Горизонту Предположим 10 метров в секунду Вот Вас И 5 метров в секунду Предположим Вертикаль Мы понимаем Что у нас со 100 метров До земли 20 секунд Соответственно 200 метров Мы пролетим Понятно Да? То есть Такой нехитрой математикой Мы Рассчитываем Вот эту вот точку Соответственно Все достаточно просто Когда у нас есть встречный ветер Если это 5 метров в секунду То мы вычитаем Из 10 5 Понятно Да? Из горизонтальной скорости Вычитаем скорость ветра Получаем здесь 100 метров Ну и так далее Хотя все эти Расчеты в самом пилотировании Безусловно Делается И нам нужна Еще одна точка Еще одна точка На вот этой вот линии На высоте 300 метров И удаленно От этой точки На 200 На 200 На 200 250 Нет С этой точки Вы будете лететь На точку Крайнего разворотка Понятно Да? Заметьте Что Высота И расстояние Этой точки Подобрано Таким образом Что если вы полетите По прямой То вы Здесь окажетесь На высоте Выше чем 100 метров Понятно Да? Это сделано специально Для того Чтобы вы могли Подкорректировать Свой заход Что это означает? Это означает Что Если Все хорошо Ну то есть Условия Такие же Как вы рассчитывали То вы будете лететь сюда Вы увидите Что вы прилетаете Сюда раньше Вы развернете Свой парашют Против ветра Постоите 2-3-4 секунды Потеряете Какую-то высоту И сможете Продолжить Свой путь На точку Крайнего разворота Если Что-то будет плохо Например Вы отсюда Вылетели Не на высоте 300 метров Вы сможете Все равно Прилететь напрямую По прямой Понятно Либо Ну мы же все Прекрасно понимаем Что идеальных условий Не бывает То есть Какой-то Встречный ветерок Да? Немножко подвернул Или наоборот Попутный ветерок То есть Все это компенсируется Как раз на вот этом вот расстоянии То есть Вот эта вот схема Вот эта схема У вас должна быть на земле После того После того Как вы открылись Вы должны Сориентироваться В одной очень важной Вещи Что поменялось С ветром Понятно Да? То есть вы смотрите вниз Видите колдун По колдуну Определяете силу Ветра И его направление В зависимости от этого Вы понимаете Как вам придется Скорректировать Вот эту вот точку Да? Если ветер Ну Сейчас начнутся Более сложные вещи Потому что Если ветер немножко Повернулся И стрелка Наша тоже повернулась То все эти схемы Они Понимаете? Да? Они просто поворачиваются Вслед 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 за стрелкой Да, абсолютно верно Они поворачиваются Вслед за стрелкой И Вы должны увидеть Что произошло Скорректировать Вот эту вот схему И Продолжать по ней Полет Фактически Отсюда До сюда Вы корректируете Только Выход на свою точку Крайнего разворота Ну Схема очень простая Для начала Достаточно будет Если вы начнете Выполнять Два базовых правила Это Перпендикулярные линии Да? То есть за эту линию Только при При Заходе На точку Крайнего разворота И после открытия Оказываться В том квадрате С которого Вы начинаете Своё Понятно, да? На высоте От открытия До 300 метров Вы В этом квадрате Можете фактически Сделать Что хотите Вот Но На самом деле Там есть Чем заняться Там Есть Чем заняться Ну Наверное Об этом Немножко Попробуем Со схемой построения Захода Базового Есть Вопросы А Ну По поводу вопросов Если у кого то Вопросы Задавайте Да Студент Если мы В первой точке Оказались На высоте 800 метров Вот в этой? Нет Это не первая точка Куда мы вышли Когда мы начинаем Вообще Придется таки ответить На этот вопрос Есть Две вещи Во-первых В течение этого времени Когда Мы находимся В зоне ожидания Нам Фактически Надо определиться С очередностью Нашего приземления Задача Не тривиальная И достаточно сложная Но это то Что нам надо сделать То есть нам надо Разобраться Кто за кем Будет приземляться На площадку приземления Построить Так называемую Лестницу То есть это означает Что вы когда Оказались В зоне приземления Ну фактически В зоне ожидания В зоне ожидания Вы Занимаетесь Фактически Тем что теряете Высоту Теряете высоту Находясь в зоне ожидания Делается это Обычными С-образными Поворотами На Не больше чем На 180 градусов В Направлении Против ветра Ну то есть если вот Так как нарисовано Ну вот Вы становитесь Против ветра И делаете Такие развороты В эту сторону В эту сторону Не больше Как видите 180 градусов Я все время Держу направление Против ветра Понятно Да? Кроме Того что вы этим занимаетесь Вы должны еще Разобраться по высотам То есть Более скоростные Купола В это время Должны уйти вниз Более высокие Более медленные Купола Должны остаться Наверху То есть грубо говоря Если мы все Весь наш взлет Все делает правильно То мы потом На приземление Заходим По очереди Понятно Да? То есть это Достаточно красиво Ну отсюда мы выходим К некоторым правилам Например К тому что Скручивание Что мы называем Скручивание Скручивание Это любой разворот Больше 180 градусов Вот Ну у нас Никто 180 градусов Конечно не ограничивается И даже 360 Никто не ограничивается Вот Но скручивание При При таком подходе К построению Захода Является очень Плохой Привычкой Почему? Потому что Во-первых Не дает Понимания Вашим товарищам Что сейчас произойдет На какой высоте Это скручивание Остановится Вот Куда после этого Парашютист Полетит И что в принципе Дальше будет Во-вторых Это не дает вам Никаких шансов На самом деле Занять правильное место В своей лесенке То есть Получится Такая штука Что вы Благодаря скручиванию И большой потере в высоте Окажетесь где-то Среди куполов Со значительно Большей скоростью И уже При выходе На Точку Крайнего разворота Получится так Что они будут Снижаться Значительно Быстрее А Вы будете Снижаться Медленно Семинар Проходит Испешно Понятно Да Чем здесь Да Если мы оказались На крайней точке На вот этой Выше На нашей рассчитанной На что нам делать В принципе то же самое Ничего Ничего В принципе не поменялось То есть На этой точке Мы можем Делать то же самое Что мы делали В зоне ожидания То есть Такими же маневрами Терять высоту Ну Понятно что у нас Возможно будет Какое-то продвижение вперед Ну мы начнем То есть Выход на Точку крайнего разворота Может быть Несколько С другой Да А если мы На точке Крайнего разворота Голдались На высоте Выше Наши расчеты Что нам делать Ну Что вам делать Я вам скажу так Лететь прямо Лететь прямо Нельзя терять Высоту галшами Категорически 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 Нельзя терять Высоту галшами Ну я так понимаю Что Ну Уже в принципе Почти благодаря нашему Студенту Освоили тему Правила поведения В трафике Ну то есть Это очень важная тема То есть то о чем мы сейчас Говорили Это Фактически Правила того Как мы должны себя вести В трафике Еще одной Плохой привычкой Является Зона ожидания Над площадкой приземления Очень Ну Ладно не часто Но В некоторых случаях Мы видим людей Которые Вот эту точку Делают На высоте 400-300 метров Над площадкой приземления И теряют Высоту здесь Это не очень Полезная привычка Потому что Опять же Во первых Вы нервируете Всех Товарищей Во вторых Вы находитесь в очень сложной Позиции Как отсюда Приземлиться Находясь на высоте 300-400 метров Сюда же Ну Это очень Сложное исполнение Это не тема Этого семинара Да Сейчас я посмотрю Может что-то еще На высоту Разворотами Не более 180 градусов Против ветра Беспокоимся о том Чтобы построить Лесенку на заходе Это работа Всего Подъема Который Таким образом Мы обеспечиваем себе Безопасность Во время приземления На прямой захода То есть Когда Мы летим уже На приземлении Мы Не делаем Никаких Не просто С-образных Разворотов Мы не делаем Никаких разворотов У нас Только Прямо Да Лучше перелететь Если Вы высоко Вы пройдетесь пешком То есть Потому что Альтернатива этому Я Вам рассказываю Вы летите Над Вами Вот здесь Вот летит Ваш товарищ Понятно Да? Вы его Не видите Вы делаете Легкий Подворот И на высоте Достаточно на 30 метров Достаточно Головой Вот Понятно Да? Что происходит? Да Поэтому Лучше Вы пройдетесь Лишних там 100-200 метров Сколько Вы перелетели Площадку Чем произойдет Такое несчастье Ну и правила В принципе Всего парашютного спорта Помните о том Что Несмотря ни на что Вверх не отвечает За нижнего Тот Кто вверху Видит Отвечает За нижнего Он может Тысячу раз Быть неправ Но Ваша задача Обеспечить и свое И его Безопасное приземление Ну Из таких Простых вещей Не летайте В спутном следе Особенно На приземлении Я По поводу Спутного следа Хочу сказать Что Ну во первых Он не прямо за парашютом Понятно Он идет вверх Во вторых Спутный след Держится за парашютом Достаточно долго Долго Это Около 20 секунд Вот Поэтому Будьте внимательны Выбирайте Курсы для приземления Если вы видите Даже что Товарищ заходит Раньше вас Выберите Курс приземления Который параллельно Идет А не прямо По его курсу Понятно Да? Ну с этим вроде бы все Влияние ветра на построение захода ну значит с относительно простым вариантом просто мы построили на земле такой заход выпрыгнули и увидели стрелку которая лежит вот так понятно да то есть это это все относительно повернутая на 45 градусов это относительно опять же относительно все просто я подчеркиваю потому что мы просто всю эту схему поворачиваем на 45 градусов вот но понятно что это несколько сложнее чем просто так вот сказать поворачиваем схему на 45 градусов но в принципе это то что вы должны сделать и грубо говоря вы должны в этом тренироваться все что я могу вам посоветовать есть варианты когда стрелка осталось так же и на том что если можно добавить что если стрелка здесь в майском лежит вдоль взлетной полосы это может означать что ветра нет да но если она повернута хотя бы под каким-то углом это означает что ветер точно не всегда никогда здесь стрелку не положат вдоль взлетки если ветра нет это бессмысленно более сложные варианты начинаются при других вариантах стрелка у нас лежит так колдун стоит вот так понятно да то есть вот это вот вариант значительно более сложный абсолютно верно мы по стрелке но вопрос то в чем ветер то у нас дует вот так это означает что мы должны скорректировать свой заход ну достаточно простая корректировка смотрите получилось что получилось что ветер имеет тенденцию дуть нам навстречу ну опять же мы все стараемся упростить очень важными ветер дует нам навстречу при построении нашего при прохождении нашего кросс винда то есть прохода на точку крайнего разворота для нас это означает две вещи мы можем из этой ситуации выйти двумя вещами либо раньше начать лететь я имею ввиду с высоты например 400 метров да то есть чтобы больше себе запаса обеспечить либо несколько сократить вот это расстояние но опять же сокращением расстояния дело такое потому что когда она здесь маленькая у вас не не остается место для вот этого вот маневра ну для того чтобы повисеть ну стать против ветра и повисеть посмотреть как оно есть поэтому может быть правильным следует признать увеличение немножко вот этой вот высоты понятно да для того чтобы иметь возможность компенсировать вроде бы все ну понятно что если мы развернем этот колдун в другую сторону то есть если он будет стоять вот так то это будет означать что ветер нам наоборот помогает когда мы летим наш просвин вот и соответственно вот это расстояние ни в коем случае нельзя уменьшать и помнить что вот здесь там где мы будем корректироваться нам надо стать не просто вот так а даже против ветра возможно несколько скорректироваться ну такое положение колдунов нас автоматически приводит к таким вещам как приземление с боковым ветром но наверное не сейчас чуть чуть попозже когда мы поговорим о подушках о том как как правильно это делать товарищ электро нарисуйте пожалуйста схему приземления в штиль схему приземления с тем же направлением приземления ветра да хороший 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 очень вопрос так как мы рисовали эту схему приземления для условного штиля да то есть когда ветер 0 метров то как только только у нас появился какой-либо ветер нам приходится если этот ветер прямой то нам приходится всю эту схему просто сдвинуть условно говоря на силу ветра в эту сторону понятно да то есть грубо говоря если у нас ветер 5 метров в секунду помните да я говорил что предположим купол который у нас 10 метров в секунду это означает что эту точку мы должны сдвинуть сюда на 100 метров понятно да и фактически всю эту схему мы сдвигаем вперед на 100 метров понятно да эту линию на 100 метров эту линию на 100 метров но это линия которая параллельно остается также понятно да ну еще раз то есть схем построения заходов на самом деле великое множество особенно когда вещь идет действительно серьезное пилотирование то есть я такую схему рекомендую в основном из-за ее простоты и ее пересчета момент когда вы открылись и оценили что собственно говоря на самом деле происходит с погодой я бы хотел все таки траекторию траекторию движения парашютиста под куполом штиль и ветер ну короче грейцарь был крайне опречен если штиль оно ровное если ветер оно оно в любом случае не совсем ну то есть я рекомендую в любом случае не делать его ровно даже если штиль то есть я все равно рекомендую иметь вот этот вот угол какой то вот ну просто для простоты расчета чтобы не строить его через точку крайнего разворота а строить все через точку приземления просто вот как это правильно сказать чем сильнее ветер тем больше мы сюда сдвигаем все наши линии теоретически в очень сильный ветер но опять же приходим к сильному ветру то есть как бы там там где будет дуть такой ветер рекомендации который рекомендации ответственно которого я сейчас дам ну я бы вам рекомендова сидеть на земле и себе в том числе и я например чаще всего так и делу этих грубо говоря Когда ветер дует выше 8 метров в секунду, то это означает, что у нас порывы есть выше 12, когда ветер дует 8 метров. Еще раз, когда ветер дует 8 метров в секунду стабильно, то нам достаточно часто приходится сокращать плечо. Нам приходится резать вот это расстояние, чаще всего даже пополам, просто потому что нам во всем заходе приходится тупо упираться против ветра. И фактически, чтобы вы понимали, заход при таком ветре становится фактически нереальным, потому что у тебя есть только один шанс попасть в этот промежуток, когда ты полетишь по ветру и сразу же развернешься на курс. Очень такое стремное занятие, на самом деле. Вот. Все вроде бы с построениями захода. Но еще раз, то есть... Вопрос, можно? Да. В момент развития ветра от 0, будем говорить, до 5 метров в секунду, крайняя точка разворота, которую мы приняли, приняли решение разворачиваться, разворачиваемся. То есть вышли напрямую. Но вот в этот момент изменение ветра более чем на 90 градусов, какая есть целесообразность корректировать вот этот вот курс? Смотрим, ну, опять же, все зависит от правила дробзон. Если на дробзоне принято, что мы приземляемся по стрелке, мы смотрим на стрелку. Хорошо, я имею в виду, вот мы вышли, да, на точку, делаем крайнюю разворотку, грубо говоря, 90 градусов, делаем крайнюю разворотку. В этот момент идет порыв, идет разворотка колбуна вместе со стрелкой. Коррекция разворотка. Потому что вы просто, ну, не вы, мы. А здесь стрелку кролицы, там, да? То есть она как колдун пройдет. Да, да, да. Ну, иногда ее... Когда ее поменялся. Да, да, да. Но если стрелка осталась лежать по направлению, то мы обязаны держать по направлению, потому что все товарищи летят по стрелке. То есть нам, наша задача на приземлении избежать проскурсов, когда мы сходимся вот так, понятно, да? Худо, бедно, с перекатами, грязные, но живые, понятно, да? То есть все параллельно. Это наше основное правило на приземлении. Ну, как бы для того, чтобы вас совсем развлечь, есть же не только ветер, но есть и восходящие и нисходящие потоки. Самое интересное. Вот, то есть как бы помним... Ну, на самом деле в них особо ничего интересного, с ними работаем точно так же, как с ветром. То есть, грубо говоря, используем вот это вот расстояние для того, чтобы учесть эти потоки. Понятно, грубо говоря, летим, чувствуем восходничок. Мы же чувствуем его, да? Встали, постояли, подождали, пока потеряли. Идем, чувствуем, сыпем. Понятно, что идем напрямую без всякого... Ну, это более такой приемлемый поток, который ты уже на 100, на 200 метров чувствуешь. Вот если ты с этим потоком столкнулся на 50 метров, то ты уже... Ну, с нисходящим или восходящим потоком, ну, с восходящим потоком на высоте 50 метров, понятно, что делать. А вот, видите, прямо с нисходящим. Что делать с нисходящим? Дойдем до подушки, разберем, как правильно делается подушка, и поговорим отдельным пунктом нисходящий поток на приземление. Можно просто... Можно просто, если видишь, что попал нисходящий поток, просто пожертвовать точность, либо запускную площадку, и там... Можно. Ну, во-первых, пожертвовать основной площадкой приземления ради безопасности и приземлиться на основную, это святое. Вот, то есть, как бы... Тут даже не обсуждают. Просто нет. Ладно. Вот, то есть, понятно, да? То есть, если ты понимаешь, что ты в таком... Ну, ты летел, 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 вроде бы все делал правильно, где-то еще, пускай здесь, поймал нисходящий поток и понимаешь... Ну, опять же, есть же варианты, когда нас выбросили... Да-да-да. Далеко. И как бы мы понимаем, что... Что классики... Ну, мы сейчас разберем отдельным пунктом, разберем, когда нас выбросили так далеко... Что стрелки не видно. Да, что мы поняли, что в аэродром мы не попадем. А сейчас мы разберем ситуацию, когда нас выбросили далеко, но мы, в принципе, понимаем, что мы дойдем в аэродром. Понятно, да? А как мы это понимаем? Ну, как мы это... Да, мы это понимаем. Ну, на самом деле, достаточно простое упражнение. Если под куполом взять и посмотреть на землю, то будет такая точка, которая не двигается, не поднимается и не опускается относительно вас. Ну, грубо говоря. То есть, если я лечу, и вот эта вот точка не двигается ни вверх и ни вниз относительно меня, то это будет означать, что я приземлюсь в этой точке. Если точка уходит под меня, это означает, что я эту точку перелечу. Если точка поднимается вверх, это означает, что до этой точки я не долечу. Значит, ну, понятно, что нельзя выпрыгнуть, открыться, посмотреть на свою точку при земле, и увидеть, что она ура, не двигается, и решить, что я туда прилечу. По-моему, что ты прилетишь в нее прямо по ветру, понятно, да? То есть, это означает, что ты туда не прилетишь. Ну, точнее, ты можешь прилететь, но ты будешь приземляться навстречу всем своим товарищам. Поэтому, если вы видите, то есть, для того, чтобы понять, что вы можете прилететь на площадку приземления, должно быть так, что точка вашего приземления двигается под вас, и у вас есть еще существенный запас для манек, понятно, да? То есть, если вы видите, что точка не движется, и вы там приземляетесь, выбирайте резервную площадку приземления. Не видно? Нет, нет. Отсюда видно, спасибо. В одинозею. Кого? В точку, которая не двигается. В смысле? Ну, берешь любую, смотри, ну, берешь любую, смотри, а это поднимается, понятно. Берешь здесь, это опускается. Но где-то между ними находится точка, которая не двигается. Что, что, что? Что, что, что? А все, да? А все, да? Ну, давайте поговорим о подушке. У меня бамбуково. Тут придется показывать. Частый вопрос, который я слышал, на какой высоте делать подушку. Я не знаю. Я не знаю, на какой высоте делать подушку. Поэтому будем говорить о приблизительных каких-то величинах. Ну, потому что, во-первых, на каждом куполе своя высота. Делание подушки. Вот. Во-вторых, для каждого человека, наверное, своя высота. Я... Если мы со 100 метров Ладно, с 80 Отдали полностью плеванты И летим по прямой Что это нам дает? Это нам дает Хорошо разогнанный купол. То есть, грубо говоря, Купол, который Имеет достаточно хорошую Вертикальную скорость Первое Второе Он хорошо на пол Правильно отрегулированные стропы управления Очень важно Мы отдельно обсудим, что такое правильно Ну, как проверить, правильно ли у вас отрегулированные стропы управления Правила Правильно отрегулированные стропы управления Имеют Свободный ход То есть, это означает, что Где-то 15-20 сантиметров Если вы его так двигаете Своими клевантами С куполом ничего не будет происходить Это правильно отрегулированные стропы управления Это слабина Вот вы летите со 100 метров И приблизительно на высоте 5-7 метров Приблизительно на высоте 5-7 метров Вы должны Забрать Свободный ход Как определяется Забираете вы свободный ход Или не забираете Вы делаете такое движение И вы прямо почуете Ощущается Что купол Изменил Направление движения Он как будто бы полетел Более горизонтально Я не могу это Как-то по-другому сказать Но это именно такое ощущение С этого момента Любое ваше движение Любое ваше мнение Любое ваше... Не, нет, Кришенька Очень полезный вопрос Любое ваше движение Приведет к тому Что вы будете делать подушку Грубо говоря Не надо сразу начинать ее делать То есть подушка выполняется в два этапа Убрали слабину Дальше Правильно сделать так Чтобы ваши ноги Оказались на вот такой вот высоте от земли Где-то где-то 50 сантиметров И дальше правильно выполненная подушка Это подушка При которой вы выбираете Ну, делаете подушку Выбираете строку управления Таким образом Что эта высота не меняется То есть Если вы сделаете слишком резко Эта высота увеличится Если вы будете делать слишком медленно Эта высота будет уменьшаться Правильно сделанная подушка Это подушка При которой эта высота не меняется То есть вы летите под куполом На одной высоте Летите горизонтально Понятно, да? Это То есть Частый вопрос какая правильная интенсивность подушки. Вот это вот единственный критерий правильной интенсивности подушки, правильной выполненной подушки. Делаете вы ее до тех пор, пока подушка не заканчивается. Где заканчивается подушка? Подушка на самом деле заканчивается там, когда у вас в куполе нет воздуха. То есть это тогда, когда купол перестал вас держать. Не совсем свал, это за 2-3 секунды до свал. На самом деле это состояние у купола произойдет. Теперь очень интересная вещь, что до тех пор, пока мы не выдавили полностью купол, не надо ставить ноги на землю. То есть очень частая ошибка пилотов в том, что как только земля стала доступна для дотрагивания ногами, неважно какая скорость сейчас у парашюта, неважно на самом деле как он летит, все сразу ставят ноги на землю. Как только мы ставим ноги на землю, во-первых, мы ставим обычно не две ноги сразу, а какую-то одну, потому что мы имеем какую-то горизонтальную скорость. Наши инстинкты построены таким образом, что мы хотим бежать, опускаем ту же руку, какую и ногу, получаем, если у нас в куполе по-прежнему есть воздух, то мы получаем поворот и разной тяжести удары об силу. Парашютистам и парашютам. Поэтому правило при выполнении подушки номер один, это мы пилотируем парашют до тех пор, до тех пор, пока в куполе есть воздух. Понятно, да? То есть мы заканчиваем подушку только когда, когда в куполе закончился воздух, когда он не держит. Но это слишком теоретически. Вот, поэтому каждый парашютист на каждом, я понимаю, что говорю сейчас, конечно, такие вещи, которые, например, на арендных системах выполнить достаточно сложно, но в принципе это правильно. Каждый парашютист на своем парашюте должен знать, где у него находится режим свала. Мы сейчас к этому подойдем. Что такое режим свала? Режим свала, это когда в куполе нет воздуха, и парашют начинает, крылой не может держать парашютиста, и парашютист начинает фактически падать, набирать вертикальную скорость, а купол просто складывается. То есть режим свала, естественно, находится на высоте, выше, чем высота отцепки. Но мы сейчас об этом еще отдельно поговорим, там где будем говорить, что каждый парашютист должен уметь делать со своим парашютом. То есть режим свала у правильно настроенного парашюта находится в полностью выжатых стропах управления, и при этом надо еще подождать 2-3 секунды. Понятно, да? То есть грубо говоря, иногда бывает по-другому. Иногда бывает режим свала прямо вот здесь, это тоже в принципе допустимо, да? То есть когда мы полностью дотянули плеванты, вот здесь уже начался свал. Если это так, тогда ваша подушка заканчивается на 10 сантиметров раньше. Это положение рук. Подушка заканчивается там, где положение рук. То есть ваша подушка заканчивается вот здесь. Еще раз. Вообще-то правильно, когда свал наступает не сразу, а вы полностью выжали купол, и еще ждете 2-3 секунды до того, как он свалится. Если он не сваливается и за 2-3 секунды, то это означает, что у вас длинноватый тропу управления. Кроме студенческих куполов. Студенческие купола, навигаторы режима свала не имеют, и это правильно, чтобы студент не свалил его просто на приземелье. Все спортивные купола имеют режим свала, и это означает, что ваша подушка должна заканчиваться полностью выжатыми руками. И только тогда, когда вы это сделали, вы имеете право поставить ноги на землю. Потому что это самый безопасный вариант в этом случае. Не важно, какой ветер. Это очень важный момент, потому что очень часто мы хотим поставить ноги, когда мы погасили свою горизонтальную скорость. То есть, если есть какой-то достаточно плотный ветерок, очень часто мы видим такие ситуации, что человек начал делать подушку, и вот, имея клеванты вот здесь, не имея уже горизонтальной скорости, ставит себе ноги. Очень громко бежит. И очень громко бежит. Потому что парашют как бы продолжает, собственно говоря, лететь. Поэтому в любой ветер ваша подушка заканчивается здесь. Не важно, в какой ветер. То есть, правильно выполненная подушка, она всегда одинаковая, какой бы ветер ни думал. Вы летите по ветру, поперек ветра, против ветра. Правильная подушка – это всегда один и тот же набор движений, выполненный с одинаковой динамикой на одинаковой высоте. То есть, это навык, который можно просто натренировать. Так, подушка. С подушкой всем понятно? Нет. Ну, конечно. Не, не, даже еще без потоков. Есть вопрос, если ты ее резко выполнил и пошел резко вверх. Стоит ли бросать клеванты или бросить их опять? Нет, да. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Есть. Курс АФФ. Безусловно. Но, опять же, курс АФФ, давайте вспомним, что у нас не стаденческие купола. И у них, например, есть режим того же свал. Ну, первое, что я могу сказать. Не делайте таких потушек. Это грубая ошибка. Это грубая ошибка. Еще раз. Это грубая ошибка. То есть, ну, поймите, что проще ошибку всегда предотвратить, чем ее потом исправлять. Что делать, если такое все-таки произошло? Не отпускать клевант. Держать в том положении, в котором они у вас были. И если вам повезло, и у вас еще остался ход клевант, вот, то при... ну, готовиться к жесткому приземлению, однозначно. То есть, ножки вместе приготовить, ну, если тебе повезет, и у тебя будет горизонт для перекатика. А так готовься просто втыкаться в землю с вертикалью. Вот. То есть, ноги вместе, готовимся к жесткому приземлению. И если повезло, перед самой землей добираем все, что осталось в куполе. Если купол остался ровный, то бывают случаи переломанных пяток. Если купол был заварен в перепуге клевантных бур, бывают травмы, приведящие к смертельным случаям. Да. В этом купол держим ровно, подушку держим. Да. Ну, то есть, как бы... Ну, тут в таких случаях мы говорим просто о, как бы, о минимализации потерь от ошибки. Понятно? То есть, лучше переломанные ноги, чем... А подушка в нисходящем подушке тоже? Подушка в нисходящем подушке. А если мы высоко сделали подушку? И поняли, что подушку мы сделали, а высоты еще 100 метров 10. Ну, опять же, это все... Это все такое... Если у нас высоты метров 10, то... Если реально высоты метров 10, то можно по чуть-чуть отпустить, но не отпускать полностью, потому что это приведет к левку. Купола, который не успеет просто набрать воздуха, чтобы это потом вытянуть. Понятно, да? То есть, если вы увидели, что вы сделали подушку на метров 10, отпустите купол до среднего режима, плавно, опять же, не бросая купол. То есть, вы отпускаете и смотрите, как вы приближаетесь к земле, чтобы в нужный момент сделать подушку. Понятно, да? А если мы сделали подушку, то до земли остался один метр? Держите. 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 Держите подушку. Да, готово. Ну, метр это в принципе. А земление по ветру? Мы сейчас... Да, 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 обязательно об этом поговорим. Про нисходящий поток. Да, нисходящий поток и подушка. Ну, значит, нисходящий поток... В принципе, тут главное правильно вовремя сориентироваться, грубо говоря. И в этом случае подушка выполняется в одном движении, агрессивнее, чем в обычном режиме. То есть, фактически, мы спасаемся. Понятно, да? Любое спасение, если это просто более агрессивный год клевантами, то до тех пор, пока вы не увидите, что вы смогли остановиться. Ну, а если вы остановились, не надо дальше давить, то есть дайте себе еще какой-то воздух. А если вы видите, что вы продолжаете лететь в землю, вдавите, ну, сколько можете. И держите. И держите. И держите. А может, если там кукуруза и точно не надо рассчитать? Все то же самое. Держать до конца. То есть, никаких других, как бы... Да. Да, это очень важный момент. Кукуруза... Сейчас, сейчас. Что, что, что? Я говорю, ну, если кукуруза там два с чем-то и рассчитать это... Ну, я тебе хочу сказать, что да, это достаточно частая ошибка. То есть, человек видит кукурузу, делает подушку на кукурузу. Вот, понимает, что кукуруза еще не земля. Но рекомендации те же. Два с половиной метра это держать и готовиться к жесткому приземлю. Ножки вместе. Ножки вместе, да. И с крестичкой. Кукурузе ножки не с гречи. Не слушайте. Взгляд, да. На горизонт или чем? Куда смотришься? Блин, это тонкий такой момент. Конечно, по-правильному сказать, что смотреть на горизонт. Потому что только когда ты смотришь на горизонт, ты в реальности понимаешь, как ты снижаешься. Но, с другой стороны, смотреть на горизонт и не смотреть под ноги, во-первых, достаточно сложно. Да. Ну, страшно, сложно, неважно. Во-вторых, при небольшом опыте достаточно опасно. То есть, можно просто не увидеть, что ты уже прилетел. Но почувствуй. Но почувствуй, да. Поэтому, на самом деле, есть такой термин, как «расфокусированное зрение». То есть, это означает, что есть как бы туннельное зрение. То есть, вот мы понимаем, что мы сюда приземляемся, и мы прямо в эту точку смотрим, и ничего не видим вокруг. Это достаточно опасно, потому что вот тогда нам не совсем понятно, как мы служаем. А есть расфокусированное зрение, когда мы... Ну, вы все можете прямо сейчас поэкспериментировать, и, например, сосредоточиться только вот здесь, да. Сосредоточиться на сколько, что вы перестанете видеть комнату. А можно расфокусировать зрение так, что видеть и это, и видеть остальных людей, там, еще что-то, что происходит из-за этого. Для простоты можно на приземлении, во время того, как вы летите со 100 метров, вы видите свою точку приземления, и при этом смотрите немножко в сторону, в одну и в другую сторону, вперед. Ну, понятно, да, то есть не фокусируйтесь на одной точке. Держите свое зрение расфокусированным, и в таком случае вы будете понимать, как быстро приближаются к вам земли, и на какой высоте вы находитесь. А есть еще вопрос. Да? Усаживаться в систему просто удобнее. То есть, грубо говоря, если... Отлично. Что здесь? Может, в моем случае. То есть, если мы садимся в системе, что значит садимся в системе, это означает, что мы немножко... Ну, в общем, принимаем вот такую позу только двумя ногами. Должны смещаются на среднем бедра. А? Должны смещаются ближе к деду. И мы как будто бы сидим на таком стульчике. Это достаточно удобно. Во-первых, почему? Потому что у нас есть ход ноги. Понятно, да? Это очень важный момент в приземлениях. То есть, грубо говоря, с вот этой вот высоты я теперь могу просто опустить ног и встать на землю. Вот если я лечу вот так, то как бы у меня нет никакого свободного хода. И если я буду делать подушку так, как я рекомендовал, то у меня закончится воздух в парашюте на высоте полметра, и мне оттуда придется прыгать. Просто говоря, что не всегда приятно, не всегда удобно и так далее. Поэтому, да, я рекомендую усаживаться в подвеске. Ну и эстетически. Все равно все к этому приходят. Да, эстетически. А можно я по этому поводу немножко... Вы видите, зовут голос. Тут не имеет значения, как ноги у человека сидят. Он сидит вот так или он висит. Каждый прыгает по-своему. Фишка в чем? Я вообще много замечал. И кому успевают делать замечания, кому не успевают. В чем проблема? Когда человек летит, как бы он не сидел так или висел, то так не имеет значения. Мы взглядом привязываемся к земле, к своим ногам. И к этому мы себя подводим и наделаем посадку. Что происходит? Очень многие... Ну, не многие делают люди, которые... Вот они подошли, которые делают подушку и делают так... Айч! И летают. Что про нас происходит? Мы все иногда делаем какие-то ошибки. И для того, чтобы мы могли исправиться с того, что мы сделали, выкрутиться с ситуацией, в которой мы сами себя загнали. Для этого у нас есть спокойный свободный подвиг выявленный. В чем мы прыгаем? Рассказываем. Или мы так висим, или мы так. Мы постоянно приземляемся под них. То есть у нас глаз видит нашу ногу, видит землю, и мы под них подгоняем себя. И когда мы делаем высокие ноги, подбираем, мы забываем о том, что мы можем заняться циклоном землю. Когда ты висишь, или сидишь, не имеет значения, ты выбираешь подушку и подгоняешь себя под ту позу, под которую ты делаешь. Многие делают, начинают вот эту. Поджимать ноги. Ноги нужно поджимать только для того, в случае, если вы каким-то образом прошляпили, и вам нужно выкрутить из ситуации. У нас даже бывает... А? А? А бывает мы ложимся, а бывает даже ложимся на бок, для того, чтобы выкрутиться, чтобы остаться целым, чтобы не разбить себе кости. Поэтому, самая главная задача, мы должны всегда приходить на посадку в одной позе. Не менять ее. Если вы летаете вот так, то это должно быть так. Если вы летаете вот так, то должны приходить только в этой позе. Заставлять себя и подгонять вот это, чтобы вы приходили. Потому что, если вы начинаете экспериментировать, кто так, кто это, кто это, в итоге, вы можете получить травму. Масса таких примеров. Поэтому, приучайте себя приземляться в одной позе. Для чего это? Потому что, если вы прошибли, вы всегда можете поднять ноги, убрать. Вы можете бросить тело в последний момент вдоль земли. Покасательный удар будет не очень сильный. Сильный, но вы спасете свои кости. Поэтому, приучайте себя одной позе приземляться. А то я смотрю, то так приземляется, то он так, то он ноги выбрасывает. Если вы всегда будете загонять в эту ситуацию, вы когда-нибудь на этом поймаетесь. Поэтому, каждый для себя определился, как ему удобно сидеть. Висеть, сидеть так, больше, меньше. И не нужно мерять ту позу. И под нее нужно подгонять свою посадку, чтобы вы приземлялись не на задницу, а на ноги. Не будет хватать во любых. Вы в любой момент прошляпили, просадили. У вас есть запас. Поднялись. и выскочили с этой положением. Поэтому, всегда следите за этим. И у вас будет ситуация. Спасибо, Женчак. Так, что еще осталось? У нас осталось два вопроса, о которых я хотел рассказать. Это, что нужно уметь делать с куполом? И, нестандартные ситуации, идти по далекой внутрь. Ну, давайте начнем с того, что нужно уметь делать с куполом. Фактически, ну, опять же, то есть, я понимаю, что многие прыгают на арендах, и теоретически очень сложно все это уметь с каждым куполом, с которым ты прыгаешь, но вообще-то даже на арендной системе правильно прыгать на одной. То есть, ты решил, что ты прыгаешь на арендной системе, и договорился, что вот это вот моя арендная система, и я на ней прыгаю. Так будет правильно. для вашей же безопасности. И вы должны знать о своем куполе и понимать, как он реагирует на некоторые вещи. То есть, что вы должны знать? Ну, во-первых, вы должны знать, что такое свал. Мы уже договорились. об этом это первое, что вы должны знать, потому что, когда вы находите у купола свал, вы, во-первых, проверяете, правильно ли настроены, ну, правильно ли длины строкы управления. Второе, вы определяете, где у вас подушка, и где у вас запретная зона в пилотировании, то есть, при приземлении. Я имею в виду, что если свал у вас находится вот здесь, да, и его наступает сразу, как только вы сюда завели руки, это означает, что на приземлении у вас здесь не должно быть руку, да, потому что вы свалите купол и просто упадете на спину, на запаску, что, ну, вообще, мало приятно. Понятно, да? Поэтому, как определяется свал? Свал определяется, ну, во-первых, все, о чем я сейчас буду рассказывать, все эти эксперименты проходят в отдельных прыжках, ну, то есть, для этого надо отдельно прыгнуть, отдельно открыться на высоте выше, чем вы обычно открываетесь, в принципе, хороша высота, например, 2000, вот, потому что... нет, ну, 4000 это много, и с 4000 можно полететь далеко, как бы, а где 1500, вот это хорошая высота для эксперимента, все эти эксперименты должны заканчиваться на высоте принятия решения об отцепке, понятно, то есть, у каждого из вас есть своя высота принятия об отцепке, то есть, там, 750, 800 метров, да, там, есть высота, вот, ниже этой высоте эти эксперименты не нужны, вы уже должны планировать свой заход и приземление, вот, то есть, первый это свал, как определяется свал, ну, опять же, я опускаю, чтобы открылись кровейный купол, да, после этого вы берете клеванты, смотрите на свой купол и плавно затягиваете клеванты, затягиваете, 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 ну, что будет происходить, понятно, как он будет выпускать заднюю кромку и постепенно терять давление, да, опускаете, 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 и, скорее всего, вы направили на строенную куполе, вы уже опустите полностью, да, он еще будет вас держать, после этого произойдет такая штука, как купол начнет складываться вот в таком направлении, то есть, понятно, да, то есть, уши, вот эти вот, середина провалится, а уши начнут приближаться друг к другу, и вы одновременно почувствуете, что вы падаете назад. Это и есть свалку купола. Для вас важно запомнить положение рук и количество времени, которое вы эти руки там держали, когда вы это определили. Понятно, как из положения свала мы выходим. Не бросаем резко клеванты, потому что это может привести к закруткам. Вот мы вот с такой динамикой просто отпускаем клеванты. Будет клевок купола вперед, и вы потом полетите дальше. После этого надо выполнить то же самое, несмотря на купол. Это не обязательно делать в одном прыжке, можно делать в двух разах прыжка. То есть, вы смотрите на горизонт, и делаете то же самое, зачем вы это делаете, вы проверяете, правильно ли вы заблуднили положение и время, которое... И тут уже на ощущениях вы прям почувствуете, как вы поедете назад и дощете. Выход со свала точно такой же. Это свал, на нем мы определяем положение рук в подушке и положение, которое мы не занимаем, рук, которое мы не занимаем на приземле. то есть, если мы понимаем, что у нас свал через 3 секунды после того, как мы вытянули руки, то мы делаем подушку и вот здесь вот ее заканчиваем. Дальше не летим, понятно, потому что долетим до свала. Если у нас свал был чуть выше, то подушка у нас заканчивается здесь. Что делаем со стропами, если свала нет? Опять же, на спортивных куполах надо обращаться к ригеру и говорить, что у вас слишком длинная стропа управления, их надо укоротить. Ригер знает, насколько это сделать, потом вы снова попробуете свал. Если у вас свал вдруг оказался вот здесь, то надо срочно идти к ригеру и говорить, что у вас короткие стропы управления и их надо срочно удлинять. Ну, в принципе, правильно настроенные стропы управления видно и просто так. То есть, если вы с полностью отданными клевантами будете лететь и посмотрите на свои стропы управления, они должны такой дугой быть за основными рядами скромности. Окей? Окей. Следующее, то, что надо уметь, это плоские развороты. Плоские развороты это развороты с минимальной потерей высоты, то есть, они нам нужны, если нам надо выполнить какой-то маневр на высоте, ну, не важно, на какой высоте, с маленькой потерей высоты. Как это выполняется? Выполняется плоский разворот всегда из среднего режима. и тут в принципе две техники выполнения, они несколько разные, но не будем сейчас о тонкостях говорить. Первая техника, это когда вы дожимаете эту клеванту, понятно? Купол поворачивает сюда. Вторая техника, это когда вы отпускаете клеванту и купол поворачивает сюда. Понятно, я рекомендую, несмотря на то, что это нелогично, я рекомендую научиться вот этому способу, когда вы отпускаете. Почему? Потому что это тот способ, при котором в куполе больше давления. Понятно, да? Чаще всего нам плоский разворот требуется на низкой высоте, если мы отворачиваем от чего-то, не дай бог, во время приземления. И, соответственно, в этом случае давление в куполе имеет для нас значение, потому что это наша подушка. Понятно, да? А вот так мы имеем половину купола уже фактически без возраста. Понятно, да? Поэтому я рекомендую, этому надо учиться, потому что это нелогично, потому что мы привыкли эч, эч, а тут надо эч. да. Зачем мы прибираем клеванта вот этого уровня? Какой в этом способе? Передние и задние свободные концы. Смысл в принципе передних и задних свободных концов. Передние свободные концы при затягивании дают нам повышенную вертикаль, вертикальная скорость парашюта становится больше, горизонтальная скорость парашюта становится меньше. Задние свободные концы имеют противоположные эффекты. То есть горизонтальная скорость парашюта становится больше, вертикальная скорость парашюта становится меньше. В соответствии фактически с этим мы можем использовать эти вещи То есть задние свободные концы мы используем тогда, когда нас выбросили далеко И нам, например, надо долететь В этом случае мы берем задние свободные концы Разводим их и летим на задних свободных концах На передние свободные концы, в принципе, их можно просто потянуть назад Но вообще-то правильная техника это когда вы берете задние свободные концы И делаете вот такое движение Ну, даже с неослабленной Так просто проще находиться в депрессивном состоянии А так ты будешь устанешь очень быстро, а так они вывернуты на суставах Это во-первых, во-вторых, профиль крыла будет более правильный, чем если ты просто их опустишь Потому что в таком случае ты немножко завернешь взаимную сторону Ну, есть подъезд, как всегда можно потренироваться Один момент по подолету Ты же неправильное замечание сделал, что существует долет при слабом попутном ветре И при сильном попутном ветре При сильном попутном ветре все-таки на клеванках лучше Да, согласен И проще, и лучше Да, ну, проще, да, и лучше, да, то есть действительно при... Ну, опять же, мы-то говорим тогда о ветре, в который лучше не прыгать Не, на верху может ветер... Да, ну да, 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 согласен На верху ветер может быть действительно очень сильный И согласен, что при сильном попутном ветре проще взять купол чуть ниже среднего режима Потому что такая ситуация, что в этом случае перемещение по земле мы выиграем больше, просто уменьшив нашу вертикальную скорость Понятно, да, то есть, ну, опять же, это исключительно на глаз определяется Так, так, передние свободные концы Передние свободные концы используются... Ну, на самом деле, я могу придумать их использование только при построении уже каких-то заходов Да, то есть, когда мы хотим разогнать купол, например, с прямой Или развернуть его с помощью передних свободных концов на 90 градусов Потому что это позволяет получить куполу большую вертикаль Которую мы потом подушкой переводим в более интенсивную и длительную горизонталь, грубо говоря Но, опять же, то есть, это означает, что для тех, кто не тренирует такие приземления Ну, передние свободные концы можно не трогать Но я могу сказать, что на больших куполах это просто очень физически тяжело Да, то есть, можно, в принципе, просто подтягиваться На самом деле, ничего не будет меняться Но есть техника, что за среднего режима и дальше И потом отпускаешь пюронты И тогда они еще живые несколько пюронтов Ну, да, есть такая техника Но, опять же, я считаю, что это техника уже каких-то продвинутых приземлений Если мы сейчас говорим о базовых каких-то приземлениях, да, то это... Ну... Просто можно учиться так с ними работать На куполе с загрузкой 1.1, там еще... Можно, можно, но опять же, я согласен, что можно так учиться Но, опять же, тогда это надо делать на высоте На высоте То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что если взять купол в режим, да Какое-то время побыть в таком режиме чуть ниже среднего А после этого отпустить клеванты И взять передние свободные концы Даже на куполе, на котором вы не могли раньше этого сделать Теперь можно будет зажать передние свободные концы Это связано с тем, что в куполе сейчас меньше давления, чем обычно Понятно, да? То есть, вы сможете их затянуть В принципе, на высоте, опять же, до принятия решения об отцепке Все могут это попробовать, поэкспериментировать Значит, отдельно хотел бы сказать для тех ребят, которые... Которые пробуют какие-то более-менее продвинутые приземления Там разгон с прямой 90 градусов на передних свободных концах О приземлении на задних свободных концах Значит, я не рекомендую этого делать Потому что при разворотах меньше, чем 270 градусов Должного эффекта это не приносит Ну, я имею в виду удлинение пролета Как эффекта А риск получения поперечного свалового купола При пилотировании на задних свободных концах Он остается как... Пилотирование очень высоких Да, это очень высокий риск И это очень неприятно Это когда купол сваливается вот так И вы падаете на спину с большой, очень горизонтальной скоростью Очень неприятная вещь Поэтому еще раз То есть задние свободные концы имеют смысл... Ну вот, реально имеют смысл То есть оно удлиняет пролет Только если ты делаешь там 270 и больше градусов Это очень-очень важный момент Потому что я достаточно часто вижу, что ребята пытаются это пробовать В этом, еще раз, нет смысла просто То есть вы получите такой же пролет, как на клеван А личный риск получен Так, Аст... Да? А вот раз задний сход за концов Есть такое убеждение... Может кто-то слышал, я знаю, что Переход на другой купол Только если ты научился на задних садинках Если у тебя оборвалась клеван То есть при этом у тебя есть В интернете встречается Что это надо тренировать Я скажу так, что, ну, во-первых Если у вас порвалась клеванта Опять же выскажу свое мнение Если у меня порвется клеванта, я отцеплюсь Хотя я могу посадить купол на задних свободных концах Но какой в этом смысл, почему-то Еще раз Задние свободные концы Это... Так, ты можешь переходить на другой купол Это всегда... Это всегда... Это всегда риск получить поперечный свар Если... Не дай бог... Я же решение об отцепке принимаю на высыпи Я не знаю, как сложится мое пилотирование, да? И может сложиться так, что я окажусь в сложной ситуации И предположим ситуацию, когда мне, например Не дай бог понадобится плоский разворот Чем я ему буду делать? То есть, как бы... Ну, понятно, да? То есть, на эти все вещи Поэтому... То есть, в тех условиях, о которых мы в начале лекции говорили Не о каком бы... Да, да, да... Для современных переходных куполов, которые вот тут Указаны были Приземление на задних свободных концах Без разгона практически невозможно То есть, у вас будет довольно большая вертикаль Даже если вы чувствуете свой купол То задними свободными вы все равно соединитесь довольно большой вертикаль Но, опять же, большая вероятность, что вы просто его свалите Поэтому, к чему эти упражнения? Возможно, это было сказано для красного совца Потому что, наверняка, там, где рекомендовали это Вряд ли кто-то на задних свободных это показывал и приземлялся Или все-таки делали? Не-не-не Я уже скорее всего... Не нашел, но я был ближе Скорее всего, эта тенденция... Есть надежда, что это... На самом деле, как бы это не банально звучало Но все вы должны на своем парашюте уметь приземляться Кроссвинд, то есть поперек ветра И даунвинд, то есть по ветру Для того, чтобы... Ну... Для того, чтобы это тренировать Надо подходить на линии стартового осмотра Пускающему инструктору И говорить Я хочу сегодня тренировать приземление по ветру Советую запирать Ветер 3-4 метра в секунду Для первых тренировок, скажем так Вот... И пробовать Ну, инструктор вам скажет Что вам надо делать, где приземляться Каким отделяться для того, чтобы Вы могли это потренировать На самом деле Ничего сверх сложного в этих приземлениях нет Ну, по ветру вообще объяснить просто Все только намного быстрее в горизонтальном отношении Вот... И повторюсь то, что я хотел сказать Ваша подушка в любых условиях Выполняется одинаково То есть, вне зависимости от того Ну, давайте пока что По ветру или против ветра Вы приземляетесь То есть, все происходит точно так же Просто страшнее Земля быстрее из-под вас убегает И когда у вас закончится В куполе воздух У вас 100% еще останется горизонтально Понятно, да? Отбежать или скользить? То есть... Блин, это дилемма От релиза зависит сильно Во-первых, да Во-первых, никто не отменял перекат Есть третья техника Вот... То есть, если вы видите, что... Что... Вы хотите сделать перекат, делайте перекат Точнее, не так Вы должны для себя Ну, перед тренировочным прыжком Решить, что вы будете делать Вы будете делать перехат Либо вы будете бежать Либо вы будете скользить На жопе Слупить на жопе Вот... Потому что, ну... Скользить на ногах Занятие достаточно экстремальное Потому что... Возможно только на очень ровных площадках Приземления Потому что любая почка В этом случае приводит Альтернатива синяк на жопе А так сломанная ножка Вот... Поэтому... Вы выбираете для себя стиль Приземления по ветру Скажем так И следуете им Полесить Вот... Эээ... Тоже на любителя техника На самом деле Потому что споткнуться тоже достаточно легко Вот... То есть... Ну, лично мой стиль Ножок Ножок Да Вот... То есть... Эээээ... Включение асфальта Ну, как Да Ну, опять же, мы возвращаемся к тему. Не надо приземляться на асфальт. Просто не надо приземляться на асфальт, это первое правило. Ну, опять же, следуйте своей технике. Будет не только синяк. На самом деле, если асфальт, то ровная поверхность гладкая. Ну да, можно бежать. Посмотри, какой же опять асфальт. Если не хватает, то кувыркаем. Кувыркаем, да. Если не хватает бега, то кувыркаем. Это больно, но это сохранит кожу целой. Технику не так жалко. Что-то еще? Ну и кроссвинг. Это, в принципе, приземление поперед ветра, да, это самое сложное в приземлении, что есть. Но, опять же, достаточно просто повторюсь, мы должны, пока мы пилотируем упал, мы должны делать то же самое. То есть, наша подушка и все остальное, как бы не было страшно, должно остаться тем же самым. То есть, грубо говоря, на самом деле, чем отличается наше приземление против ветра от нашего приземления поперек ветра? Это картинка, которая видит наши глаза. То есть, если, когда я приземляюсь против ветра, я вижу вот такую вот картинку, то когда, например, я приземляюсь с ветром, который дует поперек, да, то на самом деле ничего. Еще раз, для парашюта, пока он в воздухе, ветра не существует. Существует он только для вас. То есть, поэтому я приземляюсь, ну, просто вижу я вот такую картинку. Понятно, да? Мы приземляемся точно так же, как приземлялись. Если мы хотим выполнить приземление поперек ветра, то мы приземляемся точно так же, как приземлялись, с той разницей, что в тот момент, когда у нас заканчивается подушка, и мы уже уверены, что воздуха в куполе нет, понятно, что нам придется побежать в ту сторону, куда у нас был снос, если снос был вправо, то туда побежать, если снос был влево, то побежать в ту сторону. Понятно, да? А так, техника одна и та же, это всего лишь тренировка. Как компенсация? Тренировка. Компенсация. Тренировка. Тренировка. Очень больших. И она сопряжена с огромными рисками, с помощью переломов. Голеностопов. Да, не только голеностопов, резко выполненная компенсация, приводит к плевку. К плевку вот такому вот падению на земле. Поэтому приземляемся прямо. Техника пилотирования купола, вне зависимости от того, как бьет ветер, она везде одинаково. Просто правильно выполненная компенсация кроссфинда, она... Вспоминает плоскопов. Да. А лучше вообще делать подвеской. Ну, образно. Совершенно небольшой. Да, это очень... Но она, например, несметричную подушку. Да. Она напоминает несимметричную подушку, но как раз, если мы посмотрим на все проблемные приземления, которые мы видим, они связаны с несимметричной подушкой. Вот, Лю, мы прямо становимся завтра с утра и смотрим, где представляracut a socket. И сразу... Несимметричная подушка, несимметричная подушка, несимметричная подушка, несимметричная подушка. Поэтому несимметричная подушка, это очень сложно. Это как этот, управляемый занос на автомобиле. Да. Он довольно простой, но если ты его сделаешь без должного опыта, ты его купишь дорогу. Я, по-моему, рассказал всё, что вам было. Ну всё-таки большую злость. Молодец. Молодец. Подождите, подождите, подождите. Я хотел, чтобы вы не мне поаплодировали, а поаплодировали Гале, которая всё это организовала, заставила меня... Спасибо. А чем молодцы, кто пришли по суду? Да, это очень круто.